Здравствуйте! В эфире программа Бункер С и в студии ее ведущий, музыкант Дмитрий Жохов. Привет, друзья! Представитель учреждения парки Самары Алексей Пецан. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Рулевой. Мы продолжаем обсуждать новости не серьезно, а серьезно. К 2024 году уровень дорожной сети Самара-Тольяттинской агломерации приведут в нормативное состояние на 85%, заявили в Самарской губернской думе. Сейчас этот показатель составляет вдвое меньше. На эти цели планируется направить 54 миллиарда рублей из разных бюджетов. Львиные доли по программе «Безопасные и качественные дороги». Вновь и вновь мы возвращаемся к нашим дырам. А вот ямочный ремонт. А вот иди теперь на русский. Вот этот вот уровень дорожной сети, агломерации приведут в нормативное состояние. Что будут делать? Ну, типа хотят делать дороги. А то ты не знаешь. Подъезжает грузовик, в лужу накидывает асфальт и едет дальше. Карточный, да, ямочный ремонт. Пожалуйста. Вопрос в чем? Это будут новые дороги или это будет реконструкция существующих дорог? На что потратят 54 миллиарда из разных бюджетов? Дорожную сеть. Алексей, не переживай. Найдут на что из трассы 54 миллиарда. Это однозначно. Другое дело, что одни и те же дороги перестраиваются с периодичностью 2-3 года? Нет. Промежуток больше между капитальными ремонтами. Потому что появляются новые технические требования, появляются новые нормативы, новые материалы, которые удешевляют процесс. Ну, надеюсь, так происходит. Это сейчас не в кавычках было сказано. Да, я надеюсь, что так происходит на самом деле. Посему ремонт и работа над дорожной сетью ведется регулярно. Вопрос остается, будут ли новые дороги. Я сейчас слушаю вас и вспоминаю, что в свое время ходил какой-то байка о том, что есть сговор между владельцами автосервисов и дорожниками. Они поставляют побитые машины, которые нужно постоянно ремонтировать. Слушай, ну здесь параллельно можно вообще провести. Вот, скажем, школы там идут. На самом деле этот сговор – это наши климатические условия, это наша природа. Вот и все. Да, 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 да. Это наивный. А в Финляндии? А Норвегии? Да. А из Финляндии? Климат мягче. Морской. Короче, поехали к морю. В Норвегии нет России. Так что все проблемы, я думаю, в этом. Ну, я думаю, то, что 54 миллиарда все равно будут потрачены правильно. Но мы будем следить за 54 миллиардами. Ты их найди сначала. А потом следи. В 2020 году могут быть запущены прямые авиарейсы из Самары в Париж. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства, опубликованного Минтрансом. Субтитры создавал DimaTorzok В качестве предпочтительных точек прибытия значатся аэропорты Шарль-де-Голь и Орли. Рейсы будут субсидироваться в первую очередь для того, чтобы развивать сотрудничество в сфере промышленности. На территории области работают несколько крупных предприятий с участием французского бизнеса. Кроме того, много самарских инстаняж проводят каникулы в Париже. Вот про инстаняж-то как раз... Помните этот анекдот? Я снова хочу в Париж. Что, ты там был? Нет, уже хотел. Но мне нравится то, что уже могут быть запущены. Вот это нормально. А могут и нет. Очень хотелось бы, чтобы эти рейсы, помимо того, что были запущены, были еще и доступны для людей. Потому как посетить Париж, я думаю, если не каждый первый, но каждый второй точно хочет. Главное не умереть. А сколько примерно может стоить билет в Париж из Самары? Ну слушайте, здесь как бы надо брать, наверное, отдельный какой-то период или что-то еще. В принципе, как показывает опыт, последнее время дешевле слетать в Европу, нежели наш даже Краснодарский край. Но именно перелет. Именно перелет. Я про перелет только говорю. Остальное там уже понятно. Подразумевается, что у тебя есть квартира в Париже. Безусловно. Ты там приехал. Безусловно. И бизнес там. Ты инстаняша. У тебя есть квартира в Париже. Вот такие губы. Да. У мужчины при чем-то. Ты летишь туда, там, ну, поехал обратно. Но мне нравится еще одно. То, что значатся точки прибытия либо Шарль-де-Горь, либо Орли. То есть будут кидать по Орлянку. В Орлянку будут играть. Так, куда сегодня летим? Летим Шарль-де-Горь. Полетели все. А может быть в Орле? Дорогу покажешь? Тысячу чертей. Давайте в Орле сегодня. Как самое суровое. Я гулял бы по Монмахту. Нет, классно. Классно. Потому как не надо уже ехать в Москву для того, чтобы переправляться. Вот языка снял. Наконец-то мимо мы столицы уже. Начинаем летать. А самолеты полетят все равно через. Нет вот этого шанса сесть в поезд, сходить в вагон ресторана. Посидеть там, потом вернуться, проспать свою станцию, не выйти, не попасть в аэропорт, не попасть, черт возьми, в Париж. Романтику убили. А тут приехал в аэропорт наш, в Курумыч, сел на самолет несколько часов, и ты уже в городе любви и круассан. Главное, чтобы во Франции не боялись нашего названия Курумыч. Прилетает с малетой с Курумыч, Карль де Голь Курумыч. Ну круто. Классная новость. Да. С удовольствием бы воспользовался такой услугой Минтранса. Молодцы. Иди копи деньги. Пошел копить деньги. Полетели. Тольяттинцев натренируют быстро убегать от агрессивных собак. В городе создадут отряд ЗОЖ-волонтеров. У мэрии Автограда все никак не получается решить собачий вопрос. Задачей ЗОЖ-волонтеров будут проведение здравительных мероприятий и тренировок для горожан. Приседания, отжимания, подтягивания, видимо, помогут забыть тольяттинцам насущным о регулярной пробежке. Помогут жителям быстро убегать от бездомных собак, с отловом которых в городе возникли проблемы. Это не моя идея. Это идея тольяттинских ЗОЖ-властей. Круто, но не те виды спорта, не те дисциплины. Для практики должно быть лонко-преследование. Уворачивание. То есть ты бежишь от собаки. Вовремя себе в ногу шприц за сандалием. Да, потом подтягивания, если то с собакой, которая внизу под тобой. Я предлагаю пойти на контрмеры. Научить тольяттинцев кусаться в обратку. И гавкать. И бегать ничего. Абсолютно. Да, то есть прибежал к тебе собаке. Мне кажется, это какая-то деградация. Но это подействует. Слушайте, это, наверное, единственный вариант. ЗОЖ во всем. Если мы решили так, то будем атаковать в обратку. Снимай одежду к чертовой матери и давай в чертовой матери. Впервые в истории будет город, где запугали собаки. Собакинов, они ушли из города. Сами причем. В шлюзовой. Не-не, ребята, мы в шлюзовой. Мы в шлюзовой, там у нас. В шлюзовой, где наша диаспора живет. Да, да, да. Собакинов. Ну, вообще забавно. Да, значит, это ГТУ поздачи. Любые оздоровительные мероприятия, это хорошо. Зимой на лыжах от собаки. Но такая привязка, чтобы это помогало убегать от агрессивных собак, ну, это очень забавно. Знаете, я вижу... Тольяттинские власти умеют ужинять. Один негатив в этой новости, то, что тольяттинцы, если это реально заработает, они будут быстрее самарцев бегать, они будут больше, чем самарцы подтягиваться. Ты не поверишь, они давно это быстрее делают. И будут лучше сдавать готово. Ну что ж, браво, Тольятти, молодцы. Мусоровозы официально разрешили шуметь в вечернее время в Самарской области. Деятельность по сбору ТКО, это твердые коммунальные отходы, не будет попадать под областной закон о тишине. Поправки в документ скорректировали в Самарской губернской думе. Согласно документам, теперь шум, производимый перевозчиком регабератора при погрузке мусора с 7 до 23 часов возле многоквартирных домов, не будет запрещен и не будет предполагать административную ответственность. К чему это может привести? Вот сразу хочется, да? Начнут появляться мусоровозы с сабвуферами, которые будут шуметь, а уже не приедут. А он едет. That's the way. Теперь это будет не рек-оператор, а рэп-оператор. Да, кто что любит, согласен. Рок-оператор, кому-то позволительно. Кто на что там. Главное, чтобы не шансон оператора. Пожалуйста, ребят, только не шансон. Очень прошу. Ну, еще зачастую, очень часто, когда приезжает мусоровоз, стоит машина, которая мешает, да? Теперь что? Пинка ей. Можно пошуметь на машине, например, да, что-то такое сделать. Слушайте, ну, они станцевают. Нет, если это будет направлено только на улучшение. Но это все к этому идет, да. Уборки контейнерных площадок, потому как не всегда есть возможность подъехать там в дневное время, ну, по разным причинам, да, там пробки, еще что-то, то классно. А если этим будут злоупотреблять и будут этим пользоваться не на благо, а вопреки, то тогда, наверное, не поддержу я вот эту идею, то, что всем нельзя шуметь, а им можно шуметь. Ну, опять же, поживем-увидим. Поживем-увидим, но не стоит забывать то, что в многоквартирных домах, к которым подъезжают эти мусоровозы, живут дети, живут пожилые люди, которым необходим режим, которым необходимо своевременно ложиться спать, чтобы хорошо себя чувствовать на следующий день. Поэтому, уважаемые мусоровозы, будьте добры, относитесь с пониманием. Рэп-операторы, да, будьте внимательны. Легендарный кот-мостик. А кто это такой вообще? Читай. Интересно. Может приехать в Самару в статусе дедушки. Ого-го. Речь идет о своеобразном живом талисмане во время возведения Крымского моста. А, сейчас строители последнего приехали для того, чтобы возводить Климовский мост через Волгу, который у нас построят. Ожидается, что вслед за ними в регион привезут и мостика. Как оказалось, летом 18-го года одна из самарчанок взяла свою кошку Алису на отдых в Анапу и оттуда отвезла ее на вязку с мостиком. На встречу. Вязка с мостиком. Потрясающе звучит. Вскоре у Алисы появилось четверо котят. Всех раздали. Кошечку Эстю от слова эстакада. Девушка оставила себе. Недавно Эстя сама стала мамой. Тройня. Вот такая у мостика династия. У мостика было уже много девушек. После того, как он стал таким известным, жители вокруг стройки приносили ему кошек. Цена вопроса вкусности для мостика. Денег вроде не брали. То есть скоро привезут такого кота. Ну где здесь у вас мост? Покажите мне. Слушай, кошек мне. Какая-то кота-ституция, ребят. Я иначе это не могу назвать. Теперь дети будут называться Шпала, Рельса. Что там еще? Это меня напоминает времена Советского Союза, когда имена давали Доздроперма. Здравствуй, Первый Майя, на всякий случай. А тут вот Мельза. Мостик классно хайпанул, на самом деле. Вообще. Прям попал в тему в струю, как говорится. Мне кажется, это мечта любого кота, жить в таком режиме. Да я тебе скажу, не только крем приводят девушек и дают вкусности тебе за то, что ты с девушками встречаешься. Да у меня в райдере теперь прописано, да. Мне нужен сначала мост, потом три кошки, молоко со сливками. Ну что ж, будем встречать мостика в Самаре, посмотрим какой он. Я надеюсь, то что... Ну какого цвета? Не важно, какого цвета мостика. И помнят ли кто-то вообще, и мостик ли это, в принципе. Самое главное, чтобы наш Крымовский мост был столь же успешным и столь же качественным, как и в Крымске. Да, да. Давайте уже поскорее построим все наши мосты. Вот это отдельная тема для разговора уже в другой программе, друзья мои. А на сегодня, собственно, это все. Это была программа Бункер С. В студии были мы, ее ведущие. Дмитрий Жохов, пока всем. Алексей Пецин. До встречи в следующей программе. И я, Максим Ролевой. Мы откроем все двери. Пока. Пока. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова